МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогодні у Гомелі прайшлі урочистості до Дня Беларускай навуки. Падрихтовка до пасявной на старте. Готовность техніки до болявых работ обмерковували на базі предприємства у Гомельського района. Сьогодні Міжнародный День Мытника. Коллектив региональной службы повиншаваў старшыня Мытного комітета Республіки Беларусь Юры Сянько. Самую прыгожую дзяўчыну шукаюць па ўсёй краіне. Сьогодні у Гомелі прайшоў кастынг конкурсу прыгожості Міс Беларусь 2018. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Меры пасадзеннічаўні занятості ў Беларусі затверджаны декретам президента. Александр Лукашэнка напереда дні падпісаў декрет номар адзін. Дакументны кераваны ў першу чаргу на актавізацію работы органов улады па максимальным садзеннічаўні грамадзянам ў працаўладкаванні, стымаляванні працонай занятості і самозанятості насельництва. Найважнішая роля ў реалізація декрэта належыць мясовым органам улады. Яны будуть забаспечываць індвідуальнуў работу з грамадзянамі. А крамя таго, абласныя савецы дэпутатаў змогуць дадаткова накеруваць сродкі мясовых бюджетав на реалізацію адповедных мерапрыємстваў на територіях з напружанай сітуація на рынку працы. У новы декрет не увайшлі нормы аб спагнаніні спрацаздольных непрацуючых грамадзян збору на фінансаванні дяж расходаў. При гэтым асобы, які ранее прызнаваліся плацельщикамі гэтага збору, вызваліны ад яго выплаты. Декретам прадугледжаны концептуальна іншы падыход накераваны на стымаляванні непрацуючых грамадзян да легальны занятості. 19-го года такі асобы будуть ажыцявляць аплату субсідіруемых дзяржавай паслуг па іх паўным кошті. Конкретны пералік такіх паслуг даручына вызначыць ў раду. Дакумент уступая ў сілу пасля яго офіцинага апублікавання. Деталізація ўсіх ключавых нормаў декрэта аб занятості пройдя да першага красавіка. Механізм запрацуюць першага студзеня наступнага года. Пратягваем выпуск. Сёня ў Гомель адзначылі дзень беларускай навуки. Прычым наурачысты сход запрасіли не толькі працтавніков інстытутав, дзе распрацовываюцца новая вырабы і технологі, але і іх партнёраў з реального сектора еканоміки. Роля навуки ўже ці сучаснага грамадзтва. Тема нашага наступнага матеріяла. Гомельская область – адзін з найбольш высокоразвитых навуково-індустріальных рейону Беларусі. Навуковы сектор працтавлены восьмю акадэмічными структурами, шастю – высшайшыми навучальными установами, а мальсарака – галіновыми навуковыми і праектными інстытутами. Толькі кандыдату і доктару навук на Гомельшыне каля палутора тысіць шалавек. Хоць казаць сёня можна не толькі об вялікай колькості навуковців, але і об наявності навуковых школ, добра вядомых за межами Беларусі. Традиціонно дуже сильна у нас математистська школа, она сложилась ще со времен академіка Чунихіна, поддержана, була член-корреспондентом Шеметковым, і розвивається зараз научна школа Скиба, і його сотрудники у нас в Гомельському государственному университеті. Очень сильна у нас школа по полимерным матеріалам і по механике полимерів, це заметна со времен ще Белого школа, мирового такого уровня. Там же очень эффективне і практично полезне направлення, связанне з боротьбой з тренієм і знашуванням в машинах. Це всемірно известне, всемірно признанне направлення. У гэтым годзі урайшистый сход, присвячений Дню Беларускай навуки, прайшоў у Гомельським державным медицинским университеті. Сёня гэта не толькі навучальнае, але і шыя буйная навукова дослідчаў установа. Ніхто докладно не падлічваў, колькі жыццаў отрымалася захаваць, дзякуўшы распорсаванным тут технологіям. Але напэўна іх не одна сотня. І гэта і лишба будзе павілишвацца. Будаследованні ў медицинскім университеті працягваюцца. У нас очень существенные современные разработки, которые у всех можат быть на слугу. Такі разработки, как стволовые клетки, они применяються, разрабатываються при лечении хронических заболеваний печени на широко. Разработка новых жидкостей, которые для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Светкаўне Дня Беларускай Навукі добрая нагода, азнашыць лепшых. Гоноровые грамоты і падякі. На сцену выходзець навыкувцы, распорсавкі яких оказалі реальны ўплыв на развецё бадай ўсіх свер жыцца. У инстытуці лесу Национальна Академія Навук сёня кажуць абдаследваннях на молекулярным узроўні. Отрыманныя вынікі дазваляюць пановому оцениць процэсы, які адбываюцца ў природзе, і викарыстовуваць їх на карыз чалавека. Секвінировали ў прошлым гаду, то есть это полногеномная расшифровка генома, мы сделали 5 видов. Это грипфома, альха, ясень, граб и липа. Это сделано впервые ў миры, то есть до нас никто полногеномная секвінирова не расшифровал этих видов. Сёня Беларускай Навука – гэта брэнд, якім краіна можа гэнарыцца. Пасля подписання угод навуки декрэта президента абразвіці ліжбавай экономікі, можна казаць аб'яшы каля 40 видах навуковы дзейнасті, палова з яких раніў ў рэспубліцы ў вугалі не існавала. Займацца навукай павінна быць прэстыжна. Гэта словы президента Беларусі Александра Лукашэнкі з яго выступлэння на другім съездзі в учоных, які адбывся ў Снежні минулга года. Олег Шенчуров, Ольга Канавалава, Валері Гапанько, Телерадо, Кампанія Гомель. Не глядячы на той, што на палетках яшчы ляжыць снег, сельско-господарчыя праўпраемствы в області ўжо актыўно рыхтуюцца да будучай пасяўной. Правда, пакульна зваць гэтый працэс простым нельга, ў шэргу району ў Беларусі означаецца недахоп запасных часток і праблэму з наявнаццю спеціалісту отпаведной кваліфікацій. Пытані падрухтовкі сельско-господарчыя технікі да палявых работ сёня обмярковывалі на республіканскім семінары инженерных службов. Перспіктывы пасяўной оціаніў Олег Сенцерову. У інших ўсўк кадрові проблемы, ўсць финансові проблемы сельско-господарчых предприемців, ў некаторых не хапае сродку, каў поплатіць складанной работы, не кажучи ўжо об набыці новой технікі. Правда, сё это, наибошь слабым, ў финансовым плане господаркам плануецца казаць дапамогу на державному зроўне, але ў выніку неразликуў отказываць придіцца самім регіонам. Сеўне правительством разрабатываецца указ, в котором мы предлагаем и будем покупать 500 энергонасыщенных тракторов, 500 зерноуборочных комбайнов, 500 кормоуборочных комбайнов новых для сельскох организаций, которые финансово положение не совсем стабильное или которые имеют какие-то проблемы в финансовых расчетах. Но здесь вступают не только государственные поддержки, мы не планируем, но техника будет поставляться под гарантией областполкома. И в случае неуплаты областполком будет принимать меры по погашению задолженностей за данное хозяйство. Для того, как зарабіць рамотные работы БОШ, данными на Огомщине распрасывали целый комплекс мероприемств, починаюча от выкорстания запчасток, які вырабляюцца ў першу чагу на територіў регіона, при необходности местовое предприемство повинны повалечыць ассортимент и освоїць новую номенклатуру. А про чатаго принято рашеўне о промонте и далечем выкорстане техники, яка ўже отпрасывала на палетках па некакі гадоў. Хаць гэта не значыць, што новых сегасмашын на Огомщине не будзем. Чакайца, што ўсё літа на Огомщине за бюджетные сродки будзь набыты 120 новых трактору, які размяркуюць па районах, і не стануць таким своясабливым резервом старшынь райваканкаму, які будзе выкорістовыцца на самых адказных участках. Па сутнісі, размовы і дзяп, створені механизованных отрадов, ходках реагавання. У минулым годзі Беларусь накіровала на експорт сельскогаспадаршу продукцу на 4 мільярды 200 мільйонів долару. Сьогодіта гэта пакашык па нуецца паалічыць за 5 мільярдов. На практицах гэта значыць, што необходно паалічыць як абйома вытворчыці, так і якась продукцы. Каўі техніку не паспіюч падаркаваць свечасова, выкануць гэтае пааны будзе зусім не простам. Правда, на гумачіні самі рамотіки запевнююць, що такі варіанты навіть не розглядаець. Взаимоотношэнія между сельхозпотрібітелям і ремонтниками найдзіны. Денежнія стріства для цього присутствують. Заводо-изготовітелі йдут навстрічу в выпускі запасних частей і содійствують для цього нашим аграрам. Олег Сентюров, Євген Макеенко, телерадо-компанія «Гомель». Старшыня мытного комітета Республіки Беларусь Юрий Сянько сёння наведаў Гомельскі тлушчевы комбінат. Мэта-візіту ознайоміцца з предприємством, якоя активна експартуе продукцію і імпартуе сыровіну. Юрий Сянько ознайоміцца з вытворчыстю продукція, а так само сустрівся з працовным колективам. Дзмітрий Котов протягня. Гомельскі тлушчевы комбінат вырабляе продукцію, запатрабаванную як на унутраным, так і ізнешніх рынках. Для вытворчысті використовується пераважна айчынная сыровіна. Аднак у нікаторых выпадках яе необходно набывать ў сусідніх країнах. Напрыклад, ўласного сланешнікава галею ў Беларусі не завсё дыхапая, каб в істіна необхідны абйомы вытворчысті. Так само в Україні закупаюць аддушкі. Гэтый спеціальній сумісі, які дабавляюць ў мыла на території нашій країны, не вырабляюць. Мыловарная продукція ад лучшого га комбіната карыстаецца вяалікім попытам ў Казахстане, Таджикистане і Узбекістане. Пришым туды протягуюць адгружаць мыла, зробленная па старой рецептуры, популярна яшчэ ў савецкі час. Для остатніх спожилців вырабляюць панове технології. Масло бутилированне, в основном, это европейські государства, которые пользуються рапсовым маслом, которые знают цену рапсового масла и качество. Это Израиль, это Руміния, куда мы уже отгрузили масло. И сейчас на этот год нарабатывается отгрузка. Были китайские коллеги у нас здесь, у них тоже есть интерес к рапсовому маслу. Они пока присматриваются к цене. Как бы само качество їх устраивает. Что тышится у взаимодейния, змыдния, неких проблем на предприємстві не означають. На дворот удосконалювання технологій робить оформление грузов больше худким и простым. Это у Воголю можно просошить по знижней экономической деятельности на территории всей країни. Чем больше упрощаем и совершенствуем таможенное дело, тем больше, естественно, бизнес это замечает, тем больше стремится жить и работать в нашей стране. Так вот, 2017 год был не исключением. Транзит по территории нашей страны увеличился в различных транспортных средствах от 15 до 20 процентов. Это хороший показатель. Ну и естественно, это вылилось в те платежи, которые мы собрали в бюджет нашей страны. Я вчера называл эту цифру, она соответствует 412 миллионам долларов США. На такую сумму мы собрали больше. На сустрэше с працованным коллективом закрануты самые розные темы. У першу чаргу уступление усилу с першого студеня нового гамытного кодекса Евразийского экономичного союза. Йонмай о чарах первых для субъектов господарания. Головное – полный переход до электронного декларования. Предоставлять паперовые документы необходимо только в редких выпадках. Так само работники предприемства смогли задать питание на кондейности пунктов пропуску в отпускный сезон. Дмитрий Котов, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель». Старшиня мытного комитета Республики Беларусь Юрий Сянько сёння так само принял удел в агульном сходе особистого состава гомельской мытни. З нагода Международного дня мытника, який означается сёння, были подведены выники службовой деятельности за 2017 год, а лепши супрацовники отримали у знака роды. Основные намагания супрацовников мытни летость были накерованы на захование экономичной безпеки и правопарадку, створение комфортных умов для удельника узнешнеэкономичной деятельности. Задачи, которые были доведены, ведомство отрималось и поспехово выконать. Доходная частка бюджету склала амаль 108%. Что до правоохоуной деятельности, то за минулый год выявлено каля трёх тысяч порушеньев. Узбуджены 34 криминальные справы за незаконное перемещение наркотичных и психотропных речевов, зброи и боеприпасов. Кошт конфискованных товаров перевысил 10 с половой миллионов рублёв. Супрацовники, якие добро проявились себе подчас выконания своих профессийных обовязков, отримали у знахороды. В ходе собрания председателем государственного таможенного комитета были, как я отмечал выше, поставлены задачи на 2018 год. В принципе, эти задачи не претерпели изменений. Следует отметить, что проецируются они с учётом вступления с 1 января 2018 года в силу таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Самую прыгожую девчину шукают по всей краине. И первый областный кастинг национального конкурса у прыгажостя «Мисс Беларусь» пройшёл сёння у Гомели. Будучая шоу, чакая небывалый размах, а переможца станет символом прыгажостя и национальным набытком. Як проходзе у отбор, бачила Ганна Каральчук. Пошук самой прыгожей девчины Беларуси распачаўся у Гомеле. Головные потребования засталися незменными. Узроста от 18 до 24 годов. Беларуское громадянство и постоянное проживание на территории краины. Рост не ниже за 174 сантиметры. Отсутность татуировок и пирсингу. Претендентка на корону павинна николе ранее не быть у шлюбе и не иметь дятей. На кастинг приехали девчины з усёй в области. Хто стерабил ставку на свои модельные параметры, инши плановали брать харизмой. Я закончила юрфак. Сейчас по специальности не работаю. Я шью нижнее белье ручной работы. Я люблю активный отдых. Я люблю мотоциклы, квадроциклы. Спортзал, тренажёры, тяжёлый вес. Принцесса, в которой души Халк. Хобби моё. Рисую картины, предоставила жюри, они оценили, посмотрели. Участвую уже в конкурсах не первый раз. Решила на такой масштабный уже республиканский конкурс попробовать. Отбор складался с некольких этапов. После регистрации девчины отрымливали номер и отправлялись на сумовую с комиссией экспертов, где старались показать себя лепшим чином. Ины рассказывали про себя, спевали, танцевали и читали верши. Но вот ты, кто ни разу делен, что в конкурсах прыгожости, некоторые пытания ставили в тупик. Например, про свободное володание разными мовами. Самым сложным вопросом оказалось, что мне было не очень приятно мое не владение белорусским языком. Я буду стараться развиваться в этой сфере, потому что чувствую себя неловко. Гражданка Белоруссии. На английском также мне со мной поговорили немного. Я закончила 10-ю гимназию. И это было непросто, потому что я начинаю его забывать. У составе экспертной комиссии директор мастацкий керовник национальной школы прыгожостя Алена Троицкая, директор национального мастацкого музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов, композитор Леонид Ширен и иншие представники творчей интеллигенции. Тые девчины, которые не смогли удивить экспертов, чули у отказ приходится просто два года. Иншие перешли в другой этап. Вымирание параметров, заполнение анкеты и фотосессия. При этом дельницы повинны прослухаться до парада, который им дали члены комиссии. Некоторые девушки прошли во второй тур с небольшим запасом. Для некоторых мы давали рекомендации. Многие девушки очень волновались. Это было видно и мы рекомендовали им по возможности убрать это волнение. И мы посмотрим, как во втором туре они справились. Цветочек, вот он красивый по цвету, а потом начинает когда распускаться, то есть у девушки начинают работать глазки, начинает она так изнутри вот это вот начинает идти. И тогда человека совершенно по-другому видишь. Вот это очень важно, чтобы они не стеснялись. То есть вот мы замечаем то, что девушки они как-то очень переживают. Вот у них такая есть внутренняя скованность и дрожь. Конкурс «Мисс Беларусь» проводится с 1998 года. Раз у два годы. Финал уже 11-й по лику отбудется у мая в Минску. И у делу им приймуть каля 30 девочин. Услед за Гомелем конкурсанток будут шукать у инших областных центрах. Девчат, яким пасчастить пройти кастинг, весной чакая шмат напруженных дзен, наполненных репетициями, тренировками и у делом у доброчинных акциях. Переможца конкурсу, окроме короны, и права представлять Беларусь на международных конкурсах при Гажосте, отримая буйный грошовый приз. Ганна Кральчук, Александр Харлампов, телерадио-компания Гомель. Уникальный реквизит, небезпечные труки, а еще бегемот, крокодилы, верблюды, малпы и десятки инших экзотичных живел. С гастролями у Гомель приехали артисты компании Роздярж Цирк. Премьера шоу-программы Джамба отбудется уже завтра. Артисты завершают опошние приготовления, збирают технику. Ушельным графику знайшли часы для пресс-конференции. У минулый раз гэты коллектив выступал на гомельском Манеже 14 годов тому. Все лето вернулся с новыми номерами, у яких выкористовывается уникальный реквизит. Так глядачы убачат фирменный труп Карена Сафарана под назвой «Кола Рызыки». На велизарной худкости на вышине 12 метров с допомогой специальной техники артист выканает руки с завязанными в очима и зробит сальто без страховки. Так само на Манеж выйдут акробаты, які выканают перевороты, скачки и неверогодные узлеты под самым куполом. Цвик программы «Атракцион Джамба» под керовництвом Тиграна Капяна. Яку коллеги по номере кенгуру, верблюды, самых прикметных во усіх сенсах 15-годовая бегемотиха Юльяна. На гастролях у Гомеле российские артисты пробудуть до 25 лютого. За гэтый час отбудется 18 представленья. Разножанровая у нас программа воздушный гимнасты, акробаты на батуте, на роликовых коньках, под куполом цирка много исполняют сложнейшие трюки без страховки. Очень много африканских животных у нас в программе. Привезли в город около 60 голов животных разных пород, начиная сабак, обезьяны, шимпанзе, бегемот, верблюды, пони, ламы, дикобразы, насухи, крокодилы, питоны. И на гэтым наш выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Удала гавам вечера и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. За 10 лет более 80 привлечений к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. С таким багажом за плечами мужчину словили в момент его очередного нарушения. На этот раз не обошлось без преследования. После того, как автомобиль был остановлен, водителю было предъявлено еще 19 обвинений. Как выяснилось, нарушителем оказался гражданин цыганской национальности 1981 года рождения, никогда не получавший прав на управление транспортным средством. Что касается автомобиля, на него наложен арест. Машина доставлена на штрафстоянку. Несколько подобных ДТП произошло в областном центре сегодня. 4 и 5 автомобилей в ряд, как говорят в народе, поцеловались. Причины ДТП еще выясняются, но факт несоблюдения правил дистанции зафиксирован. Романтическая атрибутика стала причиной пожара в одном из ресторанов города Гомеля. Прошлой ночью по адресу проспект Ленина 20 сработала пожарная система молнии. По прибытии на вызов спасателей было определено, что возгорание возникло в обеденном зале ресторана. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет. Объект общественного питания располагается на первом этаже многоквартирного дома. Благодаря видеонаблюдению установлена причина. Причиной послужила обычная свеча, оставленная без присмотра на столике, которая привела к возгоранию скатерти, соответственно, стен и потолка. Эвакуация граждан не производилась из жилых домов, их жизни и здоровью не угрожала. Завтра исполняется 15 лет со дня создания Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. На территории Гомельской области за это время выявлено около 40 тысяч нарушений по большей части в сфере рыболовства. Сегодня это уже не массовые, а единичные нарушения, их общее количество значительно снизилось. Сейчас в работе инспекторы, должностные лица используют новые системы навигации, новые системы видеонаблюдения, фотосъемок и так далее, которые позволяют быстро, оперативно фиксировать нарушения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Перерыв отквитать удалось. Правда, начало второй и третий матча вновь осталось за хоккеистами «Динамо», сделавшими счет 1-4. До второго перерыва в течение нескольких минут «Металлург» сумел сократить отставание до минимума 3-4. На первой же минуте третьего периода Столивары вновь пропустили 3-5. До финальной сирены счет на табло больше не изменился. Гомель в гостях играл с Гродненским Неманом. Отличившись на старте первого и второго периода в хозяева сделали счет 2-0 в свою пользу. За 7 минут до конца основного времени «Рыси» усилиями заломая значительно повысили свои шансы на то, чтобы перевести матч в овертайм. Однако, три минуты спустя ошибка «Рыси» в своей зоне перечеркнула все усилия. 3-1. Неман победил и сохранил лидерство в турнирной таблице. Гомель на четвертой позиции, «Металлург» на шестой. В еще одном поединке в группе «А» юность в серии после матчевых буллитов обыграла солигорский «Шахтер». Футбольный клуб «Гомель» завтра на стадионе с Дюшор-8 проведет первый в нынешнем межсезонье спарринг. Игра против реческого спутника начнется в 12 часов. Между тем, «Зелено-белое» продолжает подписную кампанию. В стане команды сразу два новичка. Соглашение с клубом подписали форвард Антон Шрамченко и полузащитник Дмитрий Терещенко. Антон Шрамченко в минувшем чемпионате провел 28 матчей за Могилевский Днепр и забил 4 мяча. За Могилевскую команду выступал и Дмитрий Терещенко. За Днепр 30-летний футболист провел более 200 матчей. В минувшем сезоне на счету полузащитника 27 игр за Днепр и три голевые передачи. Завтра в Гомеле гонбольная суббота. Состоятся сразу два матча. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» проведет ответную игру четвертьфинала розыгрыша Кубка Беларуси против столичного «Витязя». Неделя и ранее гомельчане были сильнее минской дружины. Этот матч начнется в 16 часов. В 14.00 на паркет выйдет женская команда «Гомеля». Девушки в рамках чемпионата страны сыграют сургор БНТУ-2. Оба матча пройдут не на привычной для гомельских болельщиков арене дворца игровых видов спорта, а в спорткомплексе «Локомотив». В предстоящие выходные дома играет и баскетбольный клуб «Гомельсош». В рамках чемпионата Беларуси гомельские баскетболистки матч начнется в 18 часов в воскресенье в 13.00. Игры пройдут во дворце игровых видов спорта. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».